Здания уже нет, а суды идут. Департамент культуры на процессе в качестве истца. Суть иска – невыполнение требований ведомства по прекращению работ по сносу объекта, имеющего признаки памятника культурного значения дома Елена. Напомним, дореволюционную постройку снесли 20 января. Специалисты департамента культуры готовили документы о признании дома объектом культурного значения, но не успели. Техника сравняла постройку с землей. Началось административное расследование. Как оказалось, сотрудники департамента отправляли письма собственнику земельного участка с предписанием работы приостановителя. Сейчас несколько материалов находятся на рассмотрении в суде, в частности, по составу статьи 7.14 КАП, это проведение работ без разрешения, и в Ленинском районном суде дело по неисполнению предписания. Также, в частности, идет речь о привлечении к ответственности юридического лица в размере от 100 тысяч рублей. Политика стороны защиты ООО «Вектор» играет на нормах процессуального права. Собственник земли якобы вовремя предписание не получил, и остановить работу по сносу не мог. Я стала дозвониться до руководителя, говорила, что сообщить об этом. Мой телефон был у меня в зоне действия сети. Я продолжала дозвониться и смогла только уже в 9 вечера сообщить. Сказал приостановить. Я спросил, что приостановить. Мы уже практически заканчиваем. Да и предписание было составлено неверно, считает защита. Экспертиза проведена с нарушениями, а значит, считается незаконной. Мы обращаем внимание суда на то, что акт осмотра от 22 января 2014 года составлен в напечатанном виде. Рукописным текстом в нем указаны даты и месяц, а также время. При этом из содержания самого акта непонятно, когда и в какое время был проведен осмотр, а также в какое время был составлен указан акт. В департаменте культуры считают, что предписание игнорировали специально. Ряд застройщиков, по мнению чиновников, не обращает внимания на охрану объектов культурного наследия и нормативные акты. У всего этого процесса, рассказывает Александр Мартынов, большая моральная составляющая. Люди, которые тем более преподают в архитектурно-строительном институте, имеют степень кандидата технических наук, при этом при отмашке на снос объекта, не могут различить, объект обладает признаком объекта культурного наследия, либо нет. Для меня это непонятно. Ну, если руководители, которые преподают в архитектурно-строительном институте, не понимают, о чем идет речь, что мы тогда будем требовать с иных застройщиков. Суд счел аргументы департамента более убедительными и признал состав административного правонарушения. Но штраф собственнику земли не назначил, ограничившись предупреждением. Дело Елена, тем не менее, еще не закрыто. В ближайшее время во Фрунзенском районном суде будет рассмотрен иск департамента по статье 7.14 Кодекса административных нарушений проведения строительных работ без разрешения Департамента культуры.